вот он фиксатор коленвала его убрал сейчас на его место закручиваю заглушку обратно заглушка также под головку на 17 здесь кольцо прокладка стоит закручиваю заглушку я закрутил но теперь осталось самое неприятное это высверлить два обломанных болта и ставить на место крышку клапанов так пока отсюда убираю проверну коленвал два оборота сейчас у меня фиксатор распредвала снят распредвалов фиксатор коленвала снят по часовой стрелке кручу вот видно метка вперед смотрит компрессия есть лапана не упираются все здесь в принципе крышку уже можно ставить но ставить ее пока не буду сейчас высверливаю как высверливать опять тоже показывать не буду когда уже высверлю расскажу как это было потому что варианты разные какой из них пойдет не знаю хорошо бы полуавтоматом приварится но нет у меня пока полуавтомата так ну что я одну шпильку победил вот ее до конца покручиваю вот он обломать выкрутил сейчас продую ну тряпку снимаю вытряхивая здесь никакой стружки не попало взял бумагу изолентой приклеил и здесь вырезал вокруг убирая переставляю на вторую сторону со второй стороны чуть менее удобно потому что глубине а здесь бог вот это родной болт все вкручивается и затянется единственное что подобрать два болта троечкой сверлом засверлился накернил а потом взял у меня обломанный был я его обточил экстрактор но снимайся вот он треугольником его заточил забил и выкрутил закрывая и точно так же теперь вторую сторону высверливаю делаю высверлил я и дальний болт вот новый болт все вкручивается они не закусили ничего их просто оборвали тянули без динамика и оборвали это вот родные ключи под головку на 8 поставлю болтын под головку на 10 этот ландровера подходят по втулке вот если посмотреть по длине он по длине на миллиметр но это не мешает я здесь вкрутил до самого конца проверил что резьбы там больше и болт втулку зажимает все здесь тянуть до безумия не надо тени тени больше не затянешь потому что вот эта втулка металлическая она как ограничитель если не дотягивается надо менять болты либо менять прокладку клапанной крышки они тянуть до безумия чтобы она вылетела так что теперь на этом двигателе будет стоять три болта от клапанной крышки ландровера вот такие если по втулке вот посмотреть ограничение нормально встает все оставляю прокладку и ставлю крышку на место ладку поставил крышку закрываем наживляю все болты подкручиваю а затяну уже динамом болты подкрутил 9 ньютон поставил теперь беру доворачиваю затягиваю а Субтитры сделал DimaTorzok Вот эти три болта, которые я поставил от лондровера, головка на 10, я их моментом затянул, дотягивать уже не буду. Теперь все остальные болты также 9 метон затягиваю. Субтитры сделал DimaTorzok Все Здесь патрубок одеваю, но сначала провода раскину. А вот эти обломанные болты, их на выкидон, они даже здесь герметиком замазаны. А один болт я забраковал, просто мне показалось, что он там немножко подорванный, не стал уже рисковать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А вот теперь... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хомут Субтитры сделал DimaTorzok 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 Здесь с кронштейном повозиться надо Я его снимал кверх тормашками Вот так вот кверх тормашками И буду устанавливать С болтом Заложу Разворачиваю и второй болт вставляю тоже. Теперь надо попасть и наживить. Наживляю, после этого устанавливаю шкив коленвала. Притянул три болта кронштейна, устанавливаю шкив. Здесь затягиваются два этапа. Первый этап 25 ньютон, второй этап 30 ньютон. 25 ньютон поставил. 25 ньютон компрессия справилась, а вот на 30 наверное не справится. Придерживаю ключом буду. Как его получше придержать? Раз, два, три. О, этот справился. И этот справился. Все. 30 ньютон на метр. Докрутил. Теперь ставлю нижний шкив приводного ремня. Шкив фирмы Triale CM3001. Два обводных ролика, они одинаковые. Это новый, это старый. Чей старый стоял, не пойму. Прикручиваю. Затягивается он 40 ньютон на метр. 40 ньютон поставил. Все. Так. Теперь поддомкрачиваю двигатель, устанавливаю вверху второй обводной ролик и устанавливаю натяжитель. Второй ролик точно такой же Triale CM3001. Заворачиваю болт и затягиваю также 40 ньютон на метр. А не заверну я 40 ньютон. У меня сюда ключ не залазит, поэтому здесь будет от руки. И так же вставляю. Я наверно ролик взведу. Сюда вставлю фиксатор, так легче будет ремень одеть. Взвел, зафиксировал ролик, устанавливаю здесь направляющий. Направляющий попадаем в паз. Взвел. 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 Все. Беру новый ремешок, сразу ремень поставлю, а потом поставлю подушку. Новый ремешок фирмы Гейтс, 6 ПК 1623. Разводим его по ручейкам. Схему сейчас найду, покажу какая. Модель двигателя здесь SQR 481 FC. Хоть этот и взведенный у меня шкив, но мне немножко не хватает. Буквально чуть-чуть не хватает, чтобы одеть ремешок. Сейчас попробую одеть на генератор, а на нижнем ролике снять. Вытаскиваю я штифт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Проверяю... Уровень масла... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пробую заводить, завожу. Ну все, все работает нормально, заводится нормально, устанавливаю снизу пыльник, защиту и колеса, и на этом замену комплекта ГРМ я закончил, также поменял приводные ролики приводного ремня и сам ремень, всем кому понравилось ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на телеграм-канал и на Яндекс Дзен, все ссылки в описании под видео, всего вам доброго!